Добрый вечер. Я вот о чём хотела бы поговорить сегодня. Я была на конференции в онлайне в Петербургском университете. Но конференция она в смешанном формате была, я просто была в онлайне. И эта конференция, она посвящена и к умершему ректору Вербицкой. Вот я уже третий раз там. В этом году была номер 52 конференция. И вот в прежнее время я там могла как-то послушать и другие секции в этом году, только свою, там, где я сама делала доклад. Но меня заинтересовали особенно там два доклада. Во-первых, должна сказать, что я, наверное, была там, если не единственная, то одна из очень немногих, у которых была тема на такую сугубо лингвистическую тему. Я там говорила о своей таблице редукции гласных. Был еще один человек, который говорил про лексику. Но все другие говорили на совсем другие темы, на более общие. И вот два доклада меня заинтересовали особенно. Первое – это первый доклад, который очень активировал мои прежние мысли. И этот доклад, он был сделан Ляцкой Дианой. Она живет в Гене. И она вот совсем недавно защитила диссертацию на тему учебники по РКИ. По-русскому, как иностранному. И в этой диссертации она пришла к такому выводу, что сейчас опираются в основном авторы на родной язык учащихся, что вернулась методика написания учебника для определенной национальности. И что в отсутствии, главный ее вывод, в сложившейся такой новой ситуации, где живое общение затруднено или даже, можно сказать, отсутствует, вот в этой ситуации роль учебника очень сильно возрастает. Мне было бы счастье, да несчастье помогло, подумала я. Я помню, что когда я только все начинала, еще в прошлом веке, начинала в смысле школу создавать, ко мне приходили разные люди, приезжали из России, приходили сюда ко мне, предлагали сотрудничество. Ну и вот как бы квинтэссенция предложений, она была выражена двумя молодыми людьми, которые приехали из Краснодара, из университета оттуда, пришли ко мне и предложили мне сотрудничать в написании учебника. Они хотели мне предложить сами написать там в Краснодарском университете учебник для моей школы и, значит, здесь его у меня продавать моим студентам. И я сказала, ну, вообще-то здесь у меня язык норвежский, у студентов в основном. А это ничего, мы для всех языков пишем. Вот так они ответили, и такая лихость как бы меня тогда уже тоже напрягла. И впоследствии я видела довольно много разных учебников, которые, ну, с моей точки зрения, как-то так очень легкомысленно были написаны. Ну, что-то там хорошее во всех, конечно же, было. Но вот какая-то такая непродуманность везде, она сквозила. Но, видимо, было такое время, когда открылся железный занавес, и многие просто ездили, и общались много, и был такой энтузиазм, что вот поеду, выучу, ничего мне это не стоит. Ну, хотя многие, о которых я знаю лично, которые вот у них были такие мысли, есть ли они много, и жили много. Ну, конечно, многому научились, не без этого. Но далеко не всему тому, чему учит учебник. Но учебник, это если его хорошо продумать, составить, то он сильно сокращает, сильно экономит усилия учащегося. Конечно, живое общение, это замечательно, его ничем не заменишь. Но если человеку хорошо подготовиться, то и в живом общении можно научиться намного большему, чем без учебника. Вот это мое такое убеждение. Постепенно во мне оно укоренилось. И вот с этим я хотела с вами поделиться. Знаете, что я вообще пишу учебники очень медленно. За почти 30 лет нашей школы я написала только два, ну, можно сказать, три, потому что там два в одном я объединила под конец для уровня А1, А2. Я объединила под одной обложкой. Но, в принципе, это, в общем-то, три для начинающего уровня и для уровней, то есть для нулевого уровня, потому что это уровень, когда только фонетика, когда еще не рано, это сдавать даже элементарный уровень тестирования. Вот. И я пишу это очень медленно, потому что я все время это по этим своим учебникам работаю со студентами, все время их редактирую. Я даже не начинаю писать сразу. Это все во мне зреет довольно долго. И сначала появляются таблицы. Я пишу отдельные уроки какие-то. Вот. Продумываю очень структуру, как она, как все это будет работать. И структуру всех уроков. И такая, чтобы она была во всех уроках идентичная. И все, что должно быть, что должно входить, не должно входить в учебник. Это я тоже очень много над этим работаю. Вот. Поэтому вот первый учебник, я его начала писать где-то в начале 2000-х. И вышел он где-то, наверное, только в 2005-2006 первый вариант. Ну и, в общем-то, обновлялся довольно часто. Вот. Сейчас у нас внесены какие-то коррективы. Там, по-моему, это последний корректив в 2018 году. Но еще плюс там всякие разные ошибки корректировались до последнего времени. До 2023 года, по-моему, у нас последняя версия. Вот. Но это еще далеко не окончание, конечно. Вот. А учебник мой для уровня А1, А2, он вообще... Я его написала в 2011 году. Вот. И только два года назад появилась у нас версия PDF. Ну, такая вот электронная версия. Мы по ней работали долго. Вот. И, в смысле, два года по ней работали. А до этого это были просто отдельные такие издания, но исключительно для внутреннего пользования. И дальше, вот совсем в этом году, мы издали первую пробную версию, бумажную, для этой PDF. Мы просто пришли к выводу, что с помощью студентов опять же поняли, что хорошо иметь и то, и другое. Потому что когда PDF, то там, в общем-то, ссылки, нажал на ссылку, и сразу переносишься туда, где тебе нужно читать соответствующую теорию, или там смотреть что-то, относящиеся к уроку, но не находящиеся в самом уроке. И бумажная версия, она ничем, ничто ее не может заменить, потому что вы в бумажной версии видите очень хорошо объем, и границы, и тексты, и уроков, и книги. Вот. Это все очень здорово. Ну вот, я, в общем-то, хотела только сказать, что очень я рада, что вот эта девушка, которая написала эту диссертацию, пришла к таким выводам замечательным, к тому, что все-таки учебник имеет такое большое значение. Я по своему опыту очень хорошо знаю, что учебник, хороший учебник, это очень здорово. Ну, так моя жизнь сложилась, что пришлось мне в одном лице исполнять и роль исследователя, и роль автора учебника, и роль преподавателя, который этим же учебником пользуется. Ну, ситуация какая она есть, что-то я жаловаться не хочу. Просто в этом, во всем, наверное, есть плюсы и минусы, и в этой моей ситуации тоже есть плюсы и минусы. Но у меня есть и другие проекты, которые я начала, и хотела бы их закончить, пока я еще жива. Но вот все, учебники забирают безумное количество времени. Второй доклад, кстати, про другие проекты. Второй доклад, который привлек мое внимание, был сделан преподавателем Пономарева, кандидат филологических наук, Зинаида Николаевна. Она печатается в Золотоусте. Так вот, она говорила о том, что в сложившихся условиях очень трудно стало, если не невозможно, путешествовать по России. и она сделала книжки, которые издает Золотоуст, про путешествия, ну, там, с упражнениями, со всеми делами по всей стране России, в разные места. И тут я вспомнила, что у меня лежит незаконченный проект, он очень давно лежит у меня, и я все еще надеюсь, что мне удастся его все-таки оформить и опубликовать. И это, опять же, личный опыт. С 2006 года по 2016 год со своими студентами каждое лето ездила в разные места по России. Мы проехали всю Волгу на корабле, ну, по разным там, разные годы, разные участки. Этого путешествия нам приходилось делать, потому что, ну, больше, чем на неделю я не могла их отрывать от их собственного отпуска здесь. Вот, и мы были на Белозерском монастыре, мы были в Петербурге, в Туле, в Красноярске. Ну, вот, и про все, про эти поездки я писала тексты. Эти тексты читали мои коллеги, и им нравились эти тексты. Вот, собственно, коллеги меня и навели на эту мысль, что хорошо бы это все издать в виде книги. И это все лежит, и я, в общем-то, это все хотела, но сейчас я понимаю, что это стало как бы более даже актуальным, чем мне это представлялось раньше. Вот, вот такой был доклад. Ну, вот, вот этим я и хотела поделиться. Я очень рада, что сейчас будет, надеюсь, что не только это было прозвучало в докладе, что эта методика опоры на родной язык, она актуализируется, она становится снова актуальной. Мне это представляется хорошим способом работы, важным для учебника, потому что и в фонетике, и в морфологии, и в лексике намного легче работать с такой аудиторией, в которой определенный родной язык преобладает, и именно для этого языка и писать учебник. Потому что, когда вы это делаете, вы очень хорошо себе представляете студента, носителя такого языка, что именно ему нужно, что именно будет там важно в фонетике, что именно будет важно в морфологии, что именно в синтаксисе. Я работаю всю жизнь для норвежской аудитории, и у них музыкальное ударение, они вообще не знают, что такое редукция гласных, это для них абсолютно экзотика. И с этим приходится работать. И опять же, то, что у них музыкальное ударение, наше силовое ударение, тоже очень трудно воспринимать на слух, как нам, в принципе, и музыкальное ударение у них. Я на этом хочу с вами попрощаться сегодня. Всего доброго, и надеюсь, что я не буду исчезать надолго. Хотя много очень работы, и не всегда легко собраться, еще и на ютубе на что-то делать. Но я очень хочу это продолжать. Не покидайте меня. Будут еще здесь материалы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok